Пионерский костер Вручение значка пионерского Процедуру, через которую я проходил Я уверен, игра зорница и так далее В общем, всех, кто помнит Этот светлый праздник Поздравляем с ним И переходим к нашей основной теме Тема достаточно забавная Я уж не знаю, как ее окрестить Потому что она обросла столькими мнениями Ну, в общем, давай проще попытаемся Все это дело объяснить Потому что история, которая касается Каждого жителя города Да, в общем, к юбилею Гордок 650-летию, который мы будем Отмечать в 2024 году А может не будем? Кто его знает? Может денег не будет и все? Подожди, ну, отмечать, отмечать Я не знаю, что такое отмечать Юбилей круглый, круглую дату города Ну, не знаю, галочку поставим в календаре Мы же люди не избалованные Мы привыкли, что у нас если что-то отмечаем Значит какой-то салют, праздник, концерт К юбилею города К юбилею города Два с половиной года назад Даже вот, может быть, и дольше, раньше Была идея разработать некую фирменную символику Это вполне нормально К любому знакомому мероприятию Будь то Олимпиада В рамках всей планеты Или в рамках государства Или в рамках отдельного взятого региона и города То есть такая часть продвижения Чтобы это событие запомнилось Нужно разработать какую-то официальную единую эмблему Эмблему Эмблему, либо символику Которую можно будет использовать Не только в виде непосредственно самой эмблемы Где-то установленной Но и на каких-то, не знаю, там, сувенирной продукции На сувенирной продукции, да Футболки, кружки, логотипы Баннеры на улицах, на зданиях и тому подобное Все это часть вот такого праздничного настроения В общем, эта история, она была еще Ильей Шульгиным Инициирована, насколько я понимаю И чуть ли не на урбан-форуме втором Должны были представлять результаты Вот этого вот поиска творческого Этой работы Этой работы Но ощущение такое, что что-то пошло не так Я, честно говоря, не помню А много чего пошло не так Не помню Тут тебе и пандемия навалилась Чтобы было что-то выложено Вот эти два с половиной года Как-то тема из информационного поля пропала И вдруг внезапно Андрей Маури Областное правительство Заместитель председателя Да, заместитель председателя областного правительства У себя в телеграм-канале Выкладывает эту эмблему И говорит, что вот они, собственно Заветные цифры 650 И вот он автор проекта Победителя Тут же, соответственно Телеграм-каналы Социальные сети Возбудились СМИ Да, 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 да Возбудились Кто-то спрашивает Простите, а что, был какой-то конкурс? А где еще Там 29 работ Кроме вот этой вот работы Победителя Да, 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 там было сказано Что всего три десятка работ было Да, да Почему мы их не видели? Кто голосовал за лучшие варианты? Вот, об этом мы сегодня и будем говорить Ирина Медведева с нами на связи Председатель правления Кировского регионального отделения Союза дизайнеров России Ирина Валерьевна, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Ирина Валерьевна Очень хотим освежить в памяти События А может быть, да, кому-то и впервые эту информацию донести Потому что, ну вот мы даже Профессиональные, да, сотрудники Средств массовой информации Как-то упустили это из виду Ну вот как-то не запала это в голову История с брендированием Шестисотпятидесятилетия Кирова Давайте еще раз напомним С чего все начиналось Какие были организационные идеи туда заложены Как процесс вообще двигался Ну я бы не стала так громко называть это брендированием В 2019 году был объявлен конкурс По инициативе регионального отделения нашего Кировского Кировского регионального отделения Союза дизайнеров России Был объявлен конкурс на разработку эмблемы празднования Вот шестьсотпятидесятилетия города Тогда это был открытый публичный конкурс Информации было на везде и много О положении, а то в этом То есть принимали участие Более прислано было на конкурс Более сорока работ Отобраны были тридцать Наиболее соответствующих форматам и условиям Ну и дальше из этих тридцати Были различные виды голосований На разных площадках В том числе и на урбан-форуме Были голосования в соцсетях Публичные опросы шли По учебным заведениям То есть старались охватить максимальное количество Социальных слоев населения города Затем были отобраны претенденты Было четыре отобранных итоговых работы Которые победили в этих голосованиях Короткий список так называемый Короткий список Что-что? Ну финалисты Совершенно верно Ну и затем он был представлен уже администрацией города Вот собственно так было Затем как бы история немножко подзатихла Там в связи с объективными обстоятельствами Там смена руководства администрации города Еще какие-то моменты Вот сейчас эта история снова пошла на взлет Потому что видимо администрация Уже в одной приступила к подготовке К юбилею города К празднованию Поэтому администрации были Вот эти варианты представлены Администрация Вот были рекомендованы Какие-то итоги подведены И вот администрация уже выбирала Наиболее понравившиеся То есть Алексей Кочкин Брендбук Алексея Кочкина Его как победителя Уже выбрала непосредственно администрация Да? Или нет? Ну это были рекомендованы Ага Рекомендованы к внедрению Три нами Вот союзом дизайнеров Но естественно с условиями доработки Потому что Ни один из вот таких Итоговых Ни одна из эмблем Она не удовлетворяла всем Каким-то требованиям Ну и было условие Что это как концепт А дальше пожалуйста На усмотрение администрации И так далее Последующей его доработкой Наполняйте чем хотите Да? Внутри Ну собственно да Не только наполнение чем хотите Но там доработка Самой эмблемы С какими-то пожеланиями Особенностями элемента Ну и так далее С какими-то вариантами Внедрения в среду Где это может быть Эта эмблема Ирина Валерьевна А где-то вот эти вот Работы все Которые поступили Они вообще где-то есть В открытом доступе То есть может Горожанин сейчас Любой желающий Посмотреть Потому что честно Вот видимо Из-за пандемии Из-за всех политических Вот этих кадровых Там перетурбаций Да? Реально все забылось То есть вот я даже Я не помнила даже Про этот конкурс Который в девятнадцатом году Объявили И результаты его даже Обещали назвать Да, давно Потому что у нас События происходят быстро Активно и стремительно Все меняется Поэтому конечно Все забыло Но результаты есть Они есть на просторах интернета Я вот прямо сейчас Не готова сказать Потому что Ну как бы Таких Таких требований Таких не было Что вы можете все В открытый доступ Конкурс В свое время прошел Победители определены Результаты отданы То есть все условия Конкурса соблюдены Вот Все Ирина Валерьевна А можно сейчас Озвучить Ну какие-то вот Основные моменты Основные требования К участникам конкурса Там в художестве С художественной точки зрения То есть Чем должен был Руководствоваться Творец Создавая Вот эти изображения То есть Рамки какие-то Были поставлены Или это был Абсолютный Полет фантазии Такое Свободное плавание Что там было вообще Вот в тех работах Какие-то такие Общие Понятные Все моменты Закладывались Туда Идеи Мысли В таких Да я поняла вас В таких Конкурсах Таких жестких Требований Никогда не выдвигается Потому что Чем жестче рамки Тем труднее создать И тем труднее Найти победителя И тем Более шаблонный Будет итог В конечном итоге Поэтому Свободное плавание В основном Ну понятно Были какие-то Моменты Нужно было Обязательное условие Это отразить Отразить Цифру Юбилейную Отразить Ну слушайте Вот те работы Вы наверняка Видели публикации В медиа Которые появились Те варианты Которые приводит Сейчас Например Портал Ньюслер Где вот эти циферки Три циферки Шестьсот пятьдесят Шестерка такая Ну охренного Такого цвета Пятерочка красного Охра А понял С другим словом Извините Пятерка красная Нолик такой синий Они между собой Переплетены И там внутри В этих цифрах Какие-то объекты То есть Это вот Это работа автора Да То есть То, о чем вы говорите Это работа автора Ага Я просто сейчас Если кратко Если кратко Сути Об идеологии Данного знака Эти три цвета Это база Это цвета Нашего Кирова Это цвета Герба И цвета Флага города Кирова Они не с потолка Взяты эти цвета Это раз Дальше Вот в этих Вот это обозначает Три стадии Развития города Первое Там на первом Где шестерка Пэт Кремля Вятского Силуэт Да Потерянного Нашего Кремля Да Ну Ну Мы начинали С этого Если мы посмотрим Общепризнанную историю То В общем-то Это Городище С этого и начиналось Ну так условно Пятерка Это Православная Вятка Наши храмы Это Ну такое вот Серединное То на чем мы стояли В свое время Вятка всегда была Крайне православной Немного Где В каких-то районах Регионах Было столько Такое количество Средоточения церквей И храмов Православных Но мы Никоим образом Не умоляем Других Потому что Вятка всегда была Многонациональным Краем Но тем не менее Эта база Это узнаваемые вещи Ну и Последний ноль Это Последняя цифра Это Наши современные Какие-то Знаковые объекты Которые Узнаваемость Городу Передают Которые Наиболее часто Цитируются В фотографиях У туристов Где-то Ну то есть Ныне существующие объекты Да мы видим там Прямо Маленькие изображения Вписаны как раз В каждую из цифр Диорама Драмтеатр Вот из современных Колесо обозрения Ротонда Да Просто Не знаю На мой взгляд Подозрительно Что это Именно Нуль Врисовано Вписано Нуль Это ничто Конспирология Все понятно Знаете Можно Вот понимаете В любом Можно найти Все что угодно Конечно И какие угодно Символы Образы И мысли Как позитивные Так и негативные Врисовать В любой угодный Объект И так далее Ну и потом Конечно же Это Понравить совсем Невозможно Какие бы символы Какие бы цифры Не были Какие бы знаки Какие бы эмблемы Не были Все равно найдется Те кому это Не нравится Ну Кому Римбрат Такому Малевич Понятно Кто В меру Испорченности Да Как говорится Да не Ну почему Нет Конечно Так ты понимаешь В меру Своей образности У кого Воображение У кого Воображение Какой опыт Да Ассоциация Ассоциативная Вы же видели Эти сопоставления Да Извините Про Про девушку Про девушку А Про женскую грудь И про пятую точку Да У меня честно говоря Первая ассоциация Не с этим была У меня вообще не было Если бы я не прочитал Это Я бы вообще не подумал Если бы перед этим Не увидела картинку Где-то в телеграм-каналах Где это изображение Было наложено Там да На красивую Ну больные люди Больной фантазии Ну что теперь делать Да Вы сами знаете Что можно извратить Любую даже букву Любой объект Приделать ему рога Копыть И все что угодно Конечно А кстати в конкурсе Участвовали не только Кировские дизайнеры Вам известно Или кировские Или кировчане только Значит в основном Две трети Это были кировчане Также были Сочи Калининград И Москва То есть 4 региона Очевидно какой-то Призовой тур Призовой фонд Был какой-то Да Ну да Наш дизайнеры Вот в положении Мы прописывали Призовой фонд Победитель получил Получали призы Денежные Также они приглашались На рождественский Дизайн бал Где им все это В торжественной Обстановке Вручалось Так что Конкурс был Логическая точка Была поставлена Причем два Профессиональных Два жюри Работала Профессиональная Вот Из Профессионалов Работающих здесь Местных наших Дизайнеров Художников Плюс было Профессиональное Жюри Из Спикеров Урбанфорума Того времени 19-го года Второго Урбанфорума Да Слушайте Вот сейчас я понимаю Как работает Человеческая память Вообще не помнишь Три года назад Как будто Вообще не помнишь Такое ощущение Что никогда Этого и не было А среди судей Среди членов Среди судей Среди членов Жюри Были дискуссии Одни отстаивали Одну точку зрения Свой взгляд Вам известно Насколько были Жаркими Эти споры Ну споры были Но в основном Единогласно Сошлись Вот на трех Четырех вариантах В общем-то Поэтому Их и выбирали Потому что Ну споры были Но там знаете Мы обычно делаем так Споры это хорошо Но понимаете Есть люди Которые обладают Определенной харизмой Которые умеют Переубеждать Всех отстреливших Вот чтобы этого не было Было независимое Голосование Каждый Вот из Жюри Получал Работы И каждый Ставил Свои оценки Не Не Зная оценок Других Ирина Валерьевна Когда подвели итоги Мы уже им Вот оглашали А вот то что мы видим Сейчас Это ведь одна работа То есть это вот Работа победитель Да А вот те две работы Еще Из шорт-листа Это не работа Это то что выбрала Ну то есть То что наиболее Узнаваемо И понравилось Понимаете Еще же здесь есть Администрация Правительство Которое тоже должны Им тоже должно Понравиться Они должны Согласовать То есть С нашей стороны Были предложены Варианты Вот этих победителей То есть мы рекомендуем Вот выбрать Из этих трех А дальше уже Да Да А дальше уже Ну это не плохой вариант Это не самый худший вариант Он Понимаете Он узнаваем Горожанами Те кто Далеки От профессионального Сообщества Дизайнеров Или художников Или Оно узнаваемо Горожанами И Мы делали опрос Среди горожан Вот Среди Студенчества Молодец Животного Из вузов Мы смотрели В колледжах Спрашивали То есть молодежь На которую мы Собственно Сейчас ориентируемся Это наше будущее А Они Им понравился Вот этот логотип Эмблема То есть выбрали Больше голосов Было за него Им понравилось Да Я просто про то Что как раз То что представлено Сейчас в паблике Это вот Это получается Работа одного автора Да А остальные Две А две еще Вот эти Которые Тоже вошли в призеры Но Не попали сейчас В паблик Можем ли мы рассказать Что было там Чем они отличаются От этой эмблемы Ну там Я сейчас Не помните Навскидку Во всех Ну вот примерно Я могу сказать Одна из работ Которая Так очень тоже Получила Такое хорошее Профессиональное Признание Это Элемент Отсыл К вятской печати Если понимаете О чем я говорю Это знак Вятская печать Наша Исконная Да Вот к ней Отсыл И плюс Там закольцованы Тоже Вот какие-то Названия города Хлынов Вятка Кир Вот эти И 650 Вот база Была Вот эта Вятская печать И вокруг Нее Вот Плюс Еще Остальные Работы В основном Все шло От цифр 650 Все Плясали И каким-то Образом Что-то В нее Вписывали Либо В нее Куда-то Вписывали Да У меня Вот еще Вопрос Хочу задать Ирина Валерьевна Я Да Абсолютно С вами Согласен Что Каждый Из нас Может По-разному Толковать Увиденное Я признаюсь Да В очередной раз Что я Не профессионал Именно В создании Вот этой Визуализации Да Этой идеи И все-таки Мне хочется Вот ближе Услышать мнение Профессионального Сообщества Одна из претензий Именно К этому Логотипу Заключается В том Что при его Создании Использована Ну Если говорить Просто Какая-то Несовременная Немодная Нетрендовая Техника Типа Это уже Все устарело Сейчас Нужно Как-то Иначе Вот С технической Точки зрения Подходить Что профессионал Ты думает По этому поводу Ну Значит Смотрите Понятие Модда Современно Это очень Условная История То что Было Даже Вот понимаете Оно не стоит На месте Всегда движется То что Были тренды 19-го года В 25-м Году И сейчас Это совершенно Уже другие Тренды Потому что Каждый год Тренды Каждый год Они меняются Под них Просто Не успеть Это раз Второе Модно Современно Каждый Понимает По-своему И вот Например Ну вот Я да Понимаю О чем Речь Сейчас Тенденция К упрощению Каким-то там Упрощению Формы Чтобы Увидел И сразу Ясно Было Что заложил Работать Пятнами И так далее Но Понимаете Вот По опыту Празднований Создание Эмблем Других Городов Регионов Вот В Нижнем Было Еще В нескольких Городах Где-то Год-два Назад Прошли Вот Эти Вот Такие Юбилейные Тоже Были Очень Большие Вопросы И Проблемы Там В некоторых Вообще Поступили Так Тоже Очень Громкие Были В Нижнем Новгороде Я знаю Громкие Дебаты Шли По этому Поводу Они Они Решили Пойти По Очень Интересному Пути Они Создали Они Вот У них Было Пять Вариантов Они Все Пяти Использовали Мелыми Руками Все эти Пять Кусков Глины Слепили В разных местах Где-то В одном Месте Одна Эмблема Если Они Ориентируют Мероприятия На Молодежное Сообщество То Они Вот Эти Вот Модные Современные Пятнышки Крест Понятно Если Они Говорят О широкой Массовой Массовой Мероприятии Где Извините И возраст И малые Дети И среднее Поколение Что-то Универсальное Они Использовали Другую Вот такую Примерно Какая У нас Более Четкую Понятную Более Универсальную Да Более Такую Универсальную Чтобы Понятно Было Всем Потому Что Понимаете Вот Это Когда Идет Городское Мероприятие Которое Рассчитано На разные Возрастные Группы Очень Трудно Создать То Чтобы Понравилось Всем Это Очень Сложно Ну И не Всегда Удается Да Эмблема Которая Сейчас Вот У Кучкина Алексея Принята Она Она требует Доработки И она Будет Еще Дорабатываться Это То есть Это Неокончательный Вариант Есть Такие Технические Моменты Которые Будут Дорабатываться Но Я не буду Вас Отмечать Хорошо Если Было Побольше Времени Мы бы Поговорили Конечно Да Ирина Валерьевна Еще Вопрос А вы Сознательно Или Авторы Сознательно Отошли От Дымки Вот У нас Дымка Это Наше Все Что Называется Да Нет То есть Я не вижу Вообще Никаких Дымка Наше Все Говоря Это Анна Видимо Имеет Только Одну Из Точек Зрения Что Дымка Наше Все Да Мы Не Настаиваем На этом Сейчас Понимаете Мы Сознательно Отходили От Дымки Потому Что Да Для гостей Да Дымка Киров Ассоциируется С дымкой Но Жители У нас Есть Много Чего Хорошего Другого И Жителям Как-то Хотелось Приелось Уже Вот Эти символы Тем более Они у нас Постоянные Везде Вплоть до Нового Года Используются Чего-то Другого Хотелось Хочется Чем-то Не только Дымка Мы Другое Вот Этот посыл Был Пожалуй Одним Из основных Понятно Как приятно Что Профессиональное Сообщество Это Понимает Что Дымка Дымка Как приелось Немножко Одно Исп Ну Это Правда Да Еще Ирина Валерьевна Вопрос Известно ли вам Каким образом Будут использовать Эту символику Я пыталась Добиться Ответа От администрации Но они пока Молчат Как партизаны То есть Мы видим Что На визуализации Которую Представил Как раз Автор Да Там есть И билборды Там есть И флаги Вот эти Вот Которые Вдоль дорог Развешиваются И автобус Оформленные Футболки И кружка Ну то есть Сувенирка Какая-то Знаки Какие-то Есть ли Было ли Какое-то Там не знаю Использование Прописано В задании Как раз Конкурса Чтобы и в больших форматах Можно и в малых форматах Вы не прописывали Задача Да Чтобы масштабировать Наша задача Была создать концепт Создать посыл Вот на днях Мы встречаемся Заместителем Правительства Области И уже там Будет детально Обсуждаться Какие конкретно И что И мы У нас есть Это был стандарт Шаблон Который Ну такой Ну стандартный Что где Как правило Используется Но есть еще Интересные Формы И методы И носители На которых Можно использовать Эту эмблему Вот это и будет Предметом Следующего обсуждения Уже Правительства Но видимо мы Андрея Альбертовича Маурию имеем ввиду Да Да Заместителя Который Курирует культуру Курирует культуру И навел Шороху В телеграм-каналах Кировской области Недавно Но не только в телеграм-каналах Сейчас Когда есть время Может быть еще что-то Услышать кого-то И какие-то движения Предпринять Работа над ошибками Всегда существует Да Спасибо большое Ирина Медведева С нами была на связи Председатель правления Кировского рекотделения Союза дизайнеров России Говорим мы Сегодня про Эмблему Или логотип По-разному называют Этот знак Предстоящего Юбиле Кирова 650 лет Попробуем сейчас Связаться как раз С Нижним Новгородом С нашей коллегой Давним экспертом Дарьей Ткачевой Основателем Культурного центра Пятый этаж И руководителем Отдела Выставочных проектов В Государственном центре Современного искусства Арсенал Город Нижний Новгород Знаешь, я сейчас поймал Себя на мысли Что сейчас Возможно Нас слушают Люди Которые не видели Еще результаты Этой творческой деятельности Еще не видели Логотипы Я сейчас затрудняюсь А как можно Понятно и доступно Описать Описать его То, что я сейчас вижу Перед собой И ты сейчас видишь Если вы еще не видели Я Почему-то уверен Я почему-то уверен Что при первых При первых секундах Разглядывания Вы просто не поймете Что это такое Что это цифры Я не понял Вот в первую минуту Когда я это смотрел Да, эти кружочки Я не понял, что это цифры Они так стилизованы Боже мой Найдите утку В этом изображении Это ребус такой визуальный Или кролика Если вы видите кролика Вы такой-то Если вы видите утку Вы такой-то Вот это 650 Давайте с Дарьей Дарья с нами на связи Даша, привет Да, добрый день Даша, озвучьте, пожалуйста Свои первые эмоции Когда вы это увидели От созерцания данной эмблемы Потому что все мы люди И все мы имеем право Высказать свои мысли Ассоциации Ну, сразу скажу Что то, что там видят Многие, я так поняла Я увидела далеко не сразу Вот напрячь Это мы про женские прелести Сейчас говорим? Не-не-не, я их не увидел Я их не увидел А в целом В целом я одно хочу сказать Что вот то, что там Нечитабелен на дата Нашего юбилея города Это точно То есть я вот Это, например, далека Представить что-то смотреть То есть вот эти 650 Они сливаются просто В какой-то вот В знак бесконечности В знак бесконечности Они сливаются у меня, например Да, в какой-то облачность Так сказать Причем что такое Причем что такое бесконечность В этом отношении То есть здесь непонятно Что это бесконечная надежда Бесконечная надежда На светлое будущее Или не знаю Бесконечная такая Депрессивная обстановка Да Вот что тут такое Нет, вот это говоря Вот с точки зрения Цветового решения Все очень мило Позитивно и так далее Я вот могу сравнить Поскольку я сейчас Живу в Нижнем Новгороде А в прошлом году Восьмисотлетие, да Нижний с блеском Так сказать Отметил Восьмисотлетие И я думаю Что бренд Нижний 800 Это настолько Он был укоренен Сознанием Он еще нескоро Как бы выйдет Из обехода Вот И вот На самом деле Когда мы говорим Про символику Про логотип Нам самое главное Понимать Что мы хотим сказать Да То есть это же Очень интеллектарная вещь Она должна отражать Определенную Как бы мысль Посыл Какой-то месседж Да Который мы в него Вкладываем Вот 800 В Нижнем Новгороде Было очень отчетливо Мне очень нравилось Кстати говоря Что 800 Было местами Сделано в разных шрифтах Что отчасти отсылало Например К разным периодам В истории города Где-то такой Под старорусский Где-то под авангард Где-то вот То есть вот Разные-разные такие Да И сразу видишь Что эти 800 Они наполнены историей Вот Что мы хотим Мы хотим Чтобы люди запомнили 650 лет То есть это должно быть Отчетливо видно Или нет Я не знаю там Вот в чем посыл Он совершенно непонятен Здесь сейчас Это абсолютно абстрактная Симпатичная Веселая картинка Которая Совершенно непонятно Что должна в себе нести Что мы должны запомнить И какой Вот Какой Я не знаю Образ города Какой посыл Мы хотим Да Вот этого Этого в благотипе нет Вот это вот важно Сейчас То есть Дарья Ткачева Этого не увидела Мы сейчас просто разговаривали С Ириной Медведевой С председателем правления Рекоделения Союза дизайнеров России И она нам рассказала Что вообще-то смысл заложен В эти циферки То есть в шестерке там Силуэт Вятского Кремля То есть это самое начало Самое начало Самое начало Нашего города В пятерке соответственно Православные храмы Которые были до революции Там опознаваемый Узнаваемый Как я понимаю Александриневский собор А в нолике там Архитектурные объекты Достижения современной Современности Архитектурные Либо там инфраструктурные Драматический театр Ротонда Колесо обозрения Что там еще Мемориал Диарома вернее А многие люди у нас в городе Вообще представляют Где был И как выглядел Вятский Кремль Ну как бы немногие Да Немногие Или с теми же там С храмами Да То есть вот эти ассоциации Они работают Или нет Сразу нет Но ведь можно наверное Какое-то описание придумать Там условно Выложить эту эмблему Или повесить ее На городском билборде Логотип Логотип Вообще любой Изобразительный Как бы вот знак Он не работает Если нужны описания Во-во-во Что это за логотип Когда еще надо пояснять Что он значит Да Какую-то аннотацию К нему делать Если нужно объяснять Значит значит Что-то мы не доработали В визуале Визуал должен быть Абсолютно Прямолинейный Вот прямо В лоб Да То есть Ну вот Я не знаю Как бы вот Должны быть какие-то Опорные объекты Которые Причем Это еще такая Большая работа Вот опять же Сравнивая С Нижним Новгородом Да Вот Нижний 800 Это не просто Как бы логотип Это огромная Пиар работа Которая проводилась На протяжении Даже не скажу Что года Мне кажется Дольше Она у них здесь была И вот выбор Определенных объектов Которые постоянно Повторялись Там башня Кремля Там еще какие-то Объекты Там пасгаузы На стрелке Много-много Разных вещей Которые У людей Постепенно И они уже Вписывались В это И они уже Как-то повторялись И у людей Закреплялась Вот эта связь Это было в голове Да Даша Я прошу прощения Давай мы продолжим С тобой немножечко попозже Нам сейчас надо Просто убежать на рекламу Не отключайся Ладно? Хорошо Хорошо Я тут Давайте продолжим Да В эфир Дарья Ткачева С нами по-прежнему На связи Город Нижний Новгород А вот я сейчас Да Сейчас я как раз Рассматривал один из логотипов Сделанных К 800-летию Нижнего Да Все четко 800 1221 2021 То есть все Есть там силуэты внутри? Колеса обозрения? Нету там силуэтов Колеса обозрения Вообще на самом деле Колесо обозрения Может нам с датой Не повезло еще Может Вот когда будет 800 Кирову Вот когда 800 Кирову будет Вот тогда да Конечно Просто вам там В Нижнем Новгороде Говорить Конечно С 800 Нижнему Новгороду Очень повезло С датой основания Потому что первое Что когда я приехала В Нижний Новгород Почти год назад Вот уже жизнь Первое что мне бросилось В глаза Это то что В тротуарной плитке Которые перекладывались Вот в ремонте Дорожки там Около Кремля В центре города Были прямо в плиточке Которых был отпечатан Год Вот это 1221 Это сейчас Любому Нижнегородцу Спроси В каком году Был основан Как бы город Все знают Подожди Это современная плитка Или это Что-то Современное Да-да-да-да-да Вот это Вот это То что было Сделано В последнее время И просто фишка В том Что эта дата Она чем Хорошая Сатус Вот это 800 повторяется везде, 800 событий, 800 объектов, 800 чего-то там, так далее, так далее. Это все постоянно муссирует, развивалось и так далее. И вот куча событий, которые в том числе были направлены на то, чтобы людей окунуть, познакомить заново, как бы, массово, через самые разные форматы, что такое 1221 год, что такое 13 век, как это в истории все. В результате Нижний Райс не жаловался на туристов, но в прошлый год это было просто шквал. До сих пор это просто валом валит. И мы вот в Арсенале, как я сейчас работаю, это очень чувствуем. То есть у нас очень много людей приезжает, очень много туристов. Нижний Новгород за год своего юбилея, он реально стал, ну, одной из туристических таких столиц. То есть очень много людей приезжает, очень много туристов. И вопрос вот тоже, в этот взгляд, как бы, чего делается юбилей. Для своих, как бы, жителей, да, для того, чтобы сами люди, как бы, осознали, как-то по-другому восприняли свой город. Или мы хотим его использовать для расширения туристического потенциала. Это немножко разные, как бы, целевые аудитории, немножко разные посылы. Но и в том и в другом случае очень важно действительно чётко понять, какие наши главные такие символы, опорные точки. И вот, как бы, акцентируясь на них, выстраивать и визуал, и событийность, и, я не знаю, там, ремонты и так далее. То есть то, что в нижнем, в 20-летии отремонтировали практически все ведущие, как бы, культурные институции, и художественные музеи, и все, как бы, вот, Кремль полностью был открыт, и так далее, и так далее. Тут огромная работа была. Почти все культурные институции были отставированы просто, как бы, полностью. Федеральный центр там же выделял серьёзные деньги. Конечно, там огромные деньги были выделены, да, да, да. Это, да, да, огромные деньги. Это центр, который мы расставляем, что нам важно, чтобы осталось потом. Что мы хотим, чтобы сами жители города узнали об этом. Вот я недавно приезжала в Киров когда, и видела, что, например, делают брусчатку на Поленина. Я порадовалась, потому что вся такая ломаная дорога была. Вот с самого начала Ленина профсоюзная, вот здесь, выкладывают брусчатку, тротуарчик, да. Ну, вот хорошо, что, как бы, какая-то польза людям. И никто не додумался туда в эту брусчатку вписать цифру 1374-й, да, чтобы привыкали постепенно к Кировчану. Можно же было действительно это сделать. Ну, может, ещё, кстати, ещё не поздно, ещё не поздно. Ну, не можно, она как бы, как бы... Сложно обыграть эту дату, один, три, семь, четыре, боже мой. С одной стороны можно только смотреть. Тройка, семёрка, тройка, семёрка, туз. Семёрка, туз. Да, да, понятно. Я не знаю, насколько картёжное у нас крайне. Не, ну, это же, это же картёжное. Насколько литературное, я бы сказала. Почему сразу картёжное? Ладно. Ну, вот, да, на самом деле, тем-то очень много. Можно, всё можно подверстать. Полиции не до раскрыты до сих пор, поэтому, поэтому вот. И много всего нуждается в том, чтобы сделали лучше, чем есть. Между прочим, можно, знаешь, как обыграть? Один плюс три равно четыре, а четыре плюс три равно семь. Вот так. Ну, ах. Нет. Вообще, решаем образовательные, математические задачи, да. Так, дети начинаются в урок в классе. Сейчас мы будем с вами переставлять цифры в дате основания нашего города. Ну, между прочим, тройка, четвёрка и семёрка – это точно цифры, которые считаются в разных культурах счастливыми где-то, да. Да, конечно. Счастливыми и удачливыми. Так что нам, я бы не сказала, что нам не повезло с датой основания. Нам не повезло в том, что мы до 800-летия Кирова не доживём, к сожалению. Не доживём, не доживём, увы. Не сможем подискутировать насчёт того логотипа, который тогда будет. Не потому что Киров не доживёт, потому что мы не доживём. Ну, если ничего не придумают, конечно, за последние, за ближайшие 20 лет. Даша, спасибо большое. Дарья Ткачёва с нами была на связи, основатель культурного центра «Пятый этаж» и руководитель отдела выставочных проектов Государственного центра современного искусства «Арсенал», город Нижний Новгород. Значит, смотрю снова на логотип. Вот этот победитель, 650 лет Кирова, сейчас новую ассоциацию я словил, глядя на всё это. Мне это издалека напоминает велогонщика. Вот попробую сейчас разделить мои мысли. Велогонщик, который, знаешь, вот который быстро по треку ездит, они же там пригибаются вот так к рулю, да? Вот 6 и 0 — это как колёса этого велосипеда, а пятёрка — это как гонщик посередине, он прижался. Это намёк на то, что, видимо, надо валить. Не знаю, у меня ощущение такое, что у шестёрки кружочек — это голова гонщика, который куда-то вниз смотрит. Да-да-да, вот он куда-то наклонился и гонит. Так он на дорогу смотрит, Володя. А, на дорогу. Так надо шберёт смотреть. На яму он смотрит. Чтобы не сломать дорогой велосипед, он смотрит на дорогу. Я надеюсь, что не придётся велосипедисту в 2024 году смотреть на дорогу. Ну, в официальных этих картинках меня больше, ты знаешь, напрягла не сама вот эта цифра, а то, что тут ещё дети участвуют, вот эти дети в футболочках. Дети в детстве в футболках, ну а что? Ну, просто, ну, оно же считается, что дети — это же святое, это мимимишно, но вот если дети, значит, это хорошо. Ну, вот это какая-то игра на чувствах, игра на чувствах. Да, нечестный приём детей использует. То есть лежачих не бьём, там, да, женщин не обижаем, и тут дети, дети — это святое. Алексей Обжерин к нам присоединяется, основатель клуба маркетологов Кировской области. Алексею я тоже отправляла ссылочку на картинку эту, и хотелось бы выслушать, что он думает. Да, Алексей, добрый день. Добрый день. Да, вы, так скажем, мягко говоря, не последний человек в брендировании, да? Вот то, что вы увидели, какие у вас впечатления сложились, какие эмоции. Ну, смотрите, то есть, чтобы отойти от вкусовщины, я бы сначала обсудил критерии, обязательно к исполнению любого логотипа, любой коммерческой компании или некоммерческой компании. Ага, Алексей, у нас только времени не очень много, минут пять, наверное, так что... Да, 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 есть минимальные требования, такие как минимализм, такие как достаточная масса, но имеется в виду, чтобы видно было издалека хорошо, такие как мало деталей, такие как технологичность, чтобы при уменьшении даже до ручки, которые пишут, да, все считывалось хорошо, такие как исполнение что в цветном, что в черно-белом варианте должно одинаково хорошо смотреться. И вот если мы эти критерии с вами просто проверим по этим критериям наш новый логотип, то мы увидим, что по ряду критериев он не выдержит критики. Вот это я вам говорю просто профессиональные критерии в среде дизайнеров, которые должны быть по умолчанию. Вопрос в другом. У нас часто попадают, я не знаю, кто конкретно делал этот логотип, ну, в смысле, я не знаком дизайнеру лично, я не знаком, не хочу ничего плохого сказать, но очень часто получается, что у нас дизайнеры не имеют, например, высшего полиграфического образования. Это прямо редкость, реально. А это важно, да, именно полиграфическое образование? Это очень важно. Для того, чтобы понимать, а какое воплощение-то будет, да, что в конечном-то итоге получится, да. Да, я просто к чему клоню, высшее профильное, давайте так, высшее профильное образование, да, ну, дизайнерское, например, да, оно, во-первых, у нас, по-моему, в Кирове его нету, ну, по крайней мере, я не слышал. Ну, в любом случае, котируется московское или там вот это высшая школа британского дизайна и так далее, отравленное дорогое. Ну, вот, как бы то ни было, вот, когда дизайнеры получают высшее профильное образование, вот, все эти критерии должны быть учтены, иначе это будет выглядеть непрофессионально. И в данный момент, вот, если еще раз подытожить мой ответ, заметьте, я не сказал, нравится мне или не нравится, чтобы не было классовщины, да, я перечислил вам критерии, которые обязан знать каждый дизайнер. И мне кажется, что ряд критериев просто, ряд критериев, фотофлоготип не выдержит критерии, да. И получается, что мы принимаем, значит, ну, творческих людей у нас немало в России, с Кирой особенно, все хорошо, мы это все делать умеем, но принимаем, опять же, не опираясь на критерии, а по принципу нравится или не нравится. И получается, вот, мы сейчас с вами обсуждаем этот момент. Ну, куда деваться, нам рассказывали, как шел отбор, там все-таки, как я понимаю, были и профессиональные критерии, и действительно была, ну, вот такая история, не знаю, вкусовщиной ее можно называть или нет, но вот именно нравится-не нравится, то есть все равно же, наверное, люди голосовали сердцем, что называется. Ну, смотрите, нравится-не нравится, вообще повально даже в бизнесе такое вот часто встречается, то есть это не исключение, просто нам нужно, ну, мало мы говорим про то, что надо опираться все-таки на профессиональные критерии, но в данном случае этот логотип, ну, видели ли мы с вами какую-то предварительную огласку этих критериях, например, да, то есть при постановке задачи там и так далее. Да вот просто информация прошла два с половиной года назад, потом на нее наслоилась смена кадрового состава в администрации, потом ковид, потом еще какие-то события, уголовные дела, и, собственно, вот, про нее вообще все забыли еще.